Здравствуйте, с вами Марина Рыкальна. Мы выходим на финишную прямую, потому что совсем немного осталось до самого главного, я думаю, любимого для всех праздника Нового года. Очень часто я стала себе напоминать, что живем мы с вами один раз, и настроение нужно повышать себе исключительно самостоятельно. И вот для этих целей мы и украшаем свой любимый дом. Сегодня мы с Настей в очередной раз заходили в магазин, я думаю, все любят перед праздниками гулять по магазинам, потому что там уже очень красиво, огромное количество на полках всевозможных аксессуаров. Каждый отдельно взятый по себе, в принципе, выглядит неплохо, но если это сложить вместе, сложить грамотно, то, на мой взгляд, можно получить просто шикарные композиции. Вчера в магазине я купила деревянную, совсем недорогую рамку и покрасила ее в белый цвет. Я использовала акрилую краску, ту, которую мы дома красим стены или потолки. Если купить готовую рамку белую, то она уже, конечно же, будет гораздо дороже. Где я черпаю вдохновение, где я беру какие-то идеи? Эта насмотренность я подписана на большое количество, в основном, европейских пабликов, где люди выкладывают свои работы, ты что-то берешь себе на вооружение, но когда делаешь сама, в любом случае, эта композиция уже получается не копией, а уже какая-то твоя индивидуальная, потому что сделать две одинаковых практически невозможно. А еще много лет назад я занималась оформлением коттеджей, наряжала их на Новый год, делала шикарные елки, шикарные композиции, то есть полностью брала большие дома. Тогда вот такого разнообразия материала еще не было и приходилось выкручиваться. Что я буду делать с рамкой в верхнем углу и в противоположном нижнем? Я буду собирать композицию из хвойных пластиковых веток, но прежде всего любая композиция должна иметь форму, то есть вы заранее должны знать примерно хотя бы, что вы хотите видеть. Низ композиции должен быть, как правило, всегда более тяжелый, поэтому в этом нижнем углу веточек будет больше и каких-то аксессуаров тоже будет больше, а вот верх будет менее насыщен, он будет более воздушный. Как правило, я покупаю большие пластиковые хвойные ветки, люблю литые, потому что смотрятся они гораздо богаче, чем из ПВХ. И потом уже их разбираю на отдельные части, так удобнее работать. И чисто зеленые веточки я буду клеить в перемешку вот с такими как бы припорошенными снегом. Вот такие веточки, как правило, дороже, но всегда можно сэкономить. Можно обмазать веточки клеем ПВА, клея ПВА для этих целей разводят напополам с водой, чтобы он был не очень густой, но в принципе чистый пойдет. И опускаете в искусственный снег, и тем самым получаете более дешевый вариант такой заснеженной елочки. Главный рабочий инструмент любого флориста, это, конечно же, клеевой пистолет. Он продается в строительном отделе, они есть вот такие маленькие, я люблю маленьким работать. Но также у меня есть большой. И клеевые стержни силиконовые, они тоже есть разного диаметра под любой пистолет. Учтите это, когда будете приобретать пистолет. Ну и если вы будете заниматься творчеством с детками, а перед Новым годом, мне кажется, этим как раз и нужно заниматься, то хочу вам показать, что вот случайно увидела в магазине вот такие вот клеевые стержни, они с блестками. И если вставить пистолет, то прямо пистолетом на прозрачных каких-то баночках можно рисовать узоры и писать красивые надписи. Работа очень простая, но она занимает немало времени, потому что делать все приходится аккуратно. Нужно прижать клей, держать и ждать, пока он немножко схватится и подсохнет. Минут 20 у меня ушло на то, чтобы обклеить один угол. И теперь нужно сделать верхний. И я еще раз повторю, что он будет более легкий, то есть там геточек будет немного меньше. Второй угол готов. И в принципе, мне уже эта рамка нравится. Если вы любите какой-то минимализм, то вполне ее можно оставить в таком виде и повесить на стену. Белые цветы с серебряными блестками. Вниз я прикреплю два цветка, наверх один цветок. И как ни странно, вот эти цветы сделаны из белого нетканого материала, которым мы укрываем свои грядки. А края просто посыпаны блестками. Чтобы прилично сэкономить, можно купить совсем недорогие цветы, неновогодние. Помазать нужные места клеем ПВА и посыпать вот такими блестками. У цветочков есть вот такие элементы крепления, потому что они для украшения елки. Я их специально не снимаю, вдруг на будущий год мне эта композиция надоест. Ее всегда можно будет разобрать и использовать для других целей. Следующая белая веточка, которую я буду разбирать на фрагменты, это пенопласт, посыпанный искусственным снегом. Вот эти кончики коричневые я пущу на концы елки, чтобы еще удлинить эту композицию. Чтобы вам было понятно, вот эти фрагменты я вставляю в кончики. От веточки остались рожки до ножки. Посмотрите, как я равномерно забила этими шариками свободное пространство между веточками. Еще я купила мелкие и крупные шишки. Крупные вниз, мелкие наверх. Для чая я покупаю бадьян. Его еще называют анисом. Тоже приклею несколько штук на рамку. На два шнурка я привязываю вот такие воздушные ажурные сердечки. Это елочные игрушки. Немного хочется добавить натурального коричневого цвета, чтобы смотрелось более естественно и сочеталось с веточками. Если вы будете увлекаться флористикой, то вы поймете, что на каждом шагу вы будете находить какие-то интересные природные материалы. Например, вот это шишки ольхи. Их всего лишь сверху сбрызнули белой краской. А еще когда я езжу в Сочи, в Вадлер, там такое огромное количество всевозможных деревьев, с которых падают интересные плоды. Вот мимо пройти просто невозможно. Всегда себе что-то набираю. Принимать работу у меня все готово. Две игрушки повесила на разной высоте. Здесь в углу, в нижнем, белый ангелочек. Такую рамку можно на Новый год использовать как фото-зону для ваших гостей. Ну а я ее сделала просто как интерьерное украшение. Идемте посмотрим, как она впишется в мой ремонт. Стены в моей небольшой гостиной отделаны деревом и покрашены в белый и серый цвет. Здесь висит огромная картина. У меня мама художник. Вот такие она шедевры создает. Ну и вот эта рамка у нас будет висеть на этой стене. На мой взгляд, получилось очень элегантно, неброско и со вкусом. Субтитры создавал DimaTorzok